Семь способов выведения мышей из погреба. Подвальное помещение, в котором хранятся съестные припасы, настоящий раздолье и источник пропитания для серых ушастиков. Они не только могут серьезно уменьшить количество заготовленной снеди, но и стать источником опасных инфекций, поэтому вопрос, как избавиться от мышей в погребе, стоит едва ли не на первом месте у каждого хозяйственника. Способ первый, как вывести мышей из погреба. Этот вариант больше относится к профилактическим мероприятиям, а не к конкретным способам борьбы. Главная задача – сделать существование грызунов невыносимым, то есть лишить их возможности устроить себе гнездо и найти пропитание. Что для этого необходимо сделать? Входные двери в погреб обивают металлическим листом. Имеющиеся окна также застекляют. Входы и выходы вентиляционных труб обязательно закрывают металлической сеткой, а еще лучше металлическим листом с отверстиями маленького диаметра. Чем меньше будет перфорация, тем лучше. Из-за особенностей строения костяка грызун способен пролезть в отверстие диаметром с карандаш. Все продукты по возможности прячут в герметичную тару с плотной крышкой. Понятно, что эти меры вряд ли надежно защитят подвал от мышевидных зверенышей, но по крайней мере станут первым шагом натернистом. Пути уничтожения непрошенных гостей Способ номер два – отрава использования ядовитых приманок – один из действенных методов того, как избавиться от мышей в погребе зимой. Если же зловоние не является камнем преткновения, все же подвал – нежилое помещение, то можно приобрести приманки хронического действия. Гибель зверька в этом случае наступает только через несколько дней после ядовитого лакомства. При этом сородичи не могут понять причину летального исхода родственника и продолжают с упоением поедать протравленное угощение. Способ применения препарата Мартарат МВ норма Применение препарата Обрабатываемый объект Вредный объект Способ Время обработки Особенности применения 1-3 брикета Нару Укрытие До трех брикетов В трубке Приманочные ящики помещения Различного назначения И прилегающей территории Домовая мышь от начала заселения От третьих до пяти метров между точками Раскладки В зависимости от численности грызунов Добавление препарата По мере его поедания грызунами в течение вторых недель бывают Приманки Острого действия Когда смерть наступает практически мгновенно от кровоизлияния во внутренние органы Этот способ хорош при борьбе с единичными экземплярами Когда в помещении поселилось несколько голодных нарушек и сарафанное радио Предупреждающие об опасности В их коллективе не успевает сработать Способ номер три Ловля на живца Как бороться с мышами в погребе с помощью ловушек знает едва ли не каждый Среди этих приспособлений есть те Которые убивают зверушку И те, что оставляют ее в живых Если уж человек такой гуманистый терпеть Не может какого-либо насилия К смертоносным приборам относятся обычные мышеловки Клеевые ловушки, электрокапканы Живоловки же способны поймать мышь Но при этом оставляют бедолагу в живых Хотя зверь все равно погибнет от голода и жажды Если Его вовремя не освободить из заточения Все приспособления работают по одному принципу Грызуна заманивают вкусной приманкой После чего крышка, клей, дверца, гильотина Захлопывается, лишая мышку возможности свободного перемещения И через какое-то время она умирает Способ номер четыре Естественные хищники Здесь все просто Достаточно завести кошку Желательно из беспородных Которая умеет ловить мышей Обычно выбирают такого домашнего питомца В роду которого имеются или имелись отличные охотники Понятно, что при наличии кошки-мышеловки нежелательно пользоваться отравой В противном случае можно будет не только на время избавиться от вредных ушастых созданий Но и лишиться любимого питомца Он либо Сам случайно съест приманку Либо поймает отравленную мышку И уже через нее получит смертельную дозу ядовитого вещества В любом случае на время химической атаки Всех домашних животных Лучше на время закрыть и не пускать на местные сафари Способ номер пять Отпугивание Отпугнуть мышей можно двумя методами Либо используя достижения современной науки и техники Например, ультразвуковой отпугиватель Либо с помощью неприятных запахов Усприбор издает неприятное для мышиного уха гудение И звереныш покидает насиженное, но неуютное для проживания местечко У агрегата есть и свои минусы Он лишь на время прогоняет нарушек Как только агрегат перестает работать Так вся ушастая братья Возвращается обратно Имеется эффект привыкания к одному и тому же звучанию Поэтому частоту звука надо менять В некоторых приборах Подобная опция Встроенная прибор должен работать не менее трех недель Прежде чем грызуны начнут убегать из погреба У сверхчувствительных людей Особенно это касается детей Музыкальные трилли Могут вызвать головные боли и чувство тревоги Из неприятных для мышиного нюха ароматов лучшими считаются Травы чернокорня, пижмы, перечной мяты, болотного багульника, запах Жаной резины, нафталина, уксуса, горелой шерсти или пуха, некоторые пряности, корица, кориандр, кинза После поджигания смеси мышки бегут без оглядки При этом большая часть беглецов погибает от удушья и отравления сернистым газом Пользоваться средством надо аккуратно и с соблюдением правил безопасности Работу проводить в перчатках Помещение обрабатывается Только вдвоем Один делает, другой наблюдает за процессом снаружи А в случае признаков отравления у дезинфектора Оказывает первую Помощи вызывает врача Обработку проводят без детей и домашних животных поблизости Не поджигают шашку на деревянном полу Дабы не устроить пожар, через сутки после обработки обязательно проветривают подвал Способ номер 6 Народная смекалка Из народных методов нередко применяют обычную древесную золу Ее рассыпают по полу и по всем горизонтальным поверхностям Это вещество, содержащее щелочь Не просто раздражает подушечки стоп бедолагам Но еще и вызывает нестерпимую боль с образованием язв Понятно, что такое соседство мышкам будет не по душе Другой не менее действенный способ Мучное угощение в перемешку с гипсом Тот и другой ингредиент берут в равных пропорциях Рядом с трапезой обязательно ставят водицу После такого, в прямом смысле слова Тяжелого обеда несварение желудка И глубокое расстройство пищеварения гарантировано А следовательно, и смерть мышиных не за горами Можно сделать самодельную мышеловку из обычного ведра На дно кладут вкусную приманку Стенки смазывают растительным маслом Емкости приставляют импровизированную лестницу Деревяшка, доска, линейка Почуяв халявное лакомство, вредитель обязательно решит перекусить В итоге провалится в ведро, а выбраться самостоятельно уже не сможет Понятно, что использование одного единственного средства Вряд ли поможет раз и навсегда избавиться от грызунов в погребе Поэтому Применять лучше сразу целую серию различных методик Только комплексный подход поможет решить возникшую проблему Похожие темы комментарии и обсуждения Субтитры создавал DimaTorzok